Добрый вечер! В эфире Альфа-Новости. Сегодня понедельник, 4 декабря. И прямо сейчас о главных событиях при Амуре, о какими их увидели наши журналисты. Трагедия с несовершеннолетним. Благовещенский девятиклассник покончил с собой. В ступени найдены, спутники нет. Расследование причин нештатного пуска ракеты с Восточного продолжается. Важное пополнение. Губернатор при Амуре в 36 лет впервые стал отцом. В Благовещенский школьник покончил с собой. Известно, что счеты с жизнью свел ученик 25-й гимназии. Обстоятельства, а также день, когда произошло ЧП, неизвестны. Официальные органы ситуацию не комментируют. Подробности узнавала наш корреспондент. Обычный понедельник. Уроки в 25-й гимназии идут по расписанию. Однако сегодня в учебном учреждении не так уж и спокойно. В субботу свел счеты с жизнью девятиклассник. Что точно стало причиной такого поступка, проблемы с полицией или неразделенная любовь, неизвестно. В школе об этом только гадают. О случившейся трагедии стало известно 2 декабря. Но ни в полиции, ни в следственном комитете, ни в самой гимназии не стали сообщать какие-либо подробности ЧП. По неофициальной информации у подростка могли быть проблемы с правоохранительными органами. Якобы за плохое поведение его обещали перевезти в спецшколу поселка Юхта. Об этом, возможно, свидетельствует последняя запись подростка на страничке ВКонтакте и рассказы сверстников. Он там мальчика избил прям сильно, и ему вроде срок дали, и он не хотел, и повесился. Вроде из-за этого. Он был веселый, у него столько друзей было, а они все время друг, короче, брат за братом. А вот правда, что были у него проблемы с полицией, потому что говорят, что это стало причиной, почему он решил так? Мы как бы узнали, что этот мальчик избил что-то с черепом, он ослеп, и из-за этого его друзья подкалывали, что вот зачем-то это сделал. А это давно было? Когда это было? Да, мы сами, сами. Ну, это как нам сказали, так мы. Ну, мы об этом в субботу вроде бы узнали. Друзья характеризуют подростка только с хорошей стороны. Говорят, парень любил проводить время с друзьями и родными, был веселым, добрым и отзывчивым, занимался спортом, играл в футбол. Он спокойный был, но у него компания такая была, как бы дрались все время с кем-то. Ну, конфликтные ребята, как бы лучше с ними не связываться было. Вот, ну, а так, как бы, ну, ничего такого я не слышала, он спокойный, как бы мальчик. По другим сведениям, подросток расстался со своей девушкой. Еще раньше у себя на странице он публиковал суицидальные картинки, что действительно довело школьника до последнего шага, предстоит выяснить. Виктория Сатенко, Андрей Молев, Альфа Новости. В Акимчане установили памятник погибшему пилоту Сергею Кашевому. Сооружение появилось на месте аварии, которая случилась 7 ноября. Тогда грузовой Ан-2 выполнял частный рейс в Хабаровский край, но сразу после взлета из-за какой-то неполадки пилоты решили вернуться в аэропорт Акимчана. Самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы, упал и загорелся буквально в десятках метров от жилых домов. Командир самолета Андрей Карнаух сумел выбраться, а пилот-инструктор Сергей Кашевой погиб в загоревшемся самолете. Причины авиакрушения еще не озвучивали. Последний фрагмент первой ступени ракеты, которую запустили с Восточного, найден. Его обнаружили в Тындинском районе. Поиски велись с вертолета специалистами Роскосмоса. Сейчас они расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части и доставить вертолетам в Зию. Оттуда ступени машинами доставят в Циолковский, рассказал глава Зийского района Андрей Ложечкин. Запуск ракеты с Восточного состоялся 28 ноября. Старт прошел успешно, однако спутники, которые ракеты-носитель должен был доставить на орбиту, не вышли на связь. Предполагается, что они упали в Атлантический океан. Расследованием причин такого нештатного пуска занимается аварийная комиссия. У нее нет вопросов к работе системы и агрегатов ракеты-носителя «Союз-2.1Б». Дело, скорее всего, в разгонном блоке «Фрегат». По одной из версий, в полетном задании была допущена ошибка. «Союз» был запрограммирован для пуска не с Восточного, а Байконура, сообщают СМИ. Следующее заседание комиссии намечено на 12 декабря. Тем временем «Роскосмос» разрешил пуски ракет «Союз-2» по утвержденному графику. И третий запуск с Восточного ожидается 22 декабря. Качество амурской сои проверяет «Россельхознадзор». Специалисты ищут в урожае токсины, пестициды, тяжелые металлы и ГМО. Уже проверили 11 тысяч тонн бобовых. Часть из них оказалась небезопасной. Почему? Расскажет Елизавета Бедник. Вставляем щуп. До конца, до упора открываем. Зерно засыпается. Закрываем. И высыпаем зерно в ядро. Проверка сои начинается сразу после сбора урожая. Специалисты уже объехали 20 хозяйств. В этом с полей собрали более 24 тысяч тонн бобовых. Сотрудники «Россельхознадзора» отправляют пробы на исследование в референтный центр. Специалисты анализируют пробу на показатели микотоксины, пестициды, тяжелые металлы, радионуклеиды и на показатели ГМО. Если выявляется превышение по показателям безопасности, то есть токсичности, предприятию выдаются предписания на устранение нарушений. Сою исследуют в двух лабораториях. Одна из них – химико-токсикологическая. Специальный прибор-хроматограф помогает проанализировать состав сои, выявить небезопасные элементы с точностью до нанограммов. Здесь мы проверяем сою на показатели безопасности, то есть на содержание тяжелых металлов, радиология. Также сейчас у меня за спиной проходит анализ на содержание микотоксинов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Помимо этого мы смотрим остаточное количество некоторых пестицидов. В другой лаборатории специалисты проверяют сою на влажность и количество масличных примесей. Первым делом смотрится на зараженность. Зараженность мы определяем механическим методом. Нас интересует главным образом то, что осталось на дне. Если на дне остались жуки, значит бобы заражены. Исследуя их, сотрудники референтного центра узнают, чем именно. Некоторые аграрии проверяют собственный урожай и у себя на предприятии. Лаборатории находятся прямо на базе хозяйств. В этом году урожай сои побил рекорды прошлых лет. Самурских полей собрали почти 1 миллион 300 тысяч тонн. Из проверенных 11 тысяч тонн сои 4 уже признали небезопасными. Аграриям дали предписание устранить нарушения, утилизировать или переработать на корм для скота. Елизавета Бедник, Степан Юдинцев, Альфа-Новости. Лис в Благовещенской цирковой студии испугался сцены и провалил свое первое выступление. В выходные свое представление показали акробаты и гимнасты студии «Фаворит». Юные артисты радуют публику своими оригинальными номерами уже более 6 лет. Работают ребята и с животными. Но в этом представлении зрители увидели и дебютанта. Лисенок Лексус приехал в Благовещенск в сентябре из приморского питомника. Дрессировщики занимаются с ним чуть больше двух месяцев. Во время выступления Лис полностью подтвердил предположение о хитрости своих собратьев. Он с удовольствием ел предложенное угощение, но прыгать сквозь кольцо категорически отказывался. Впервые оказавшись перед публикой, он, как и многие дебютанты, растерялся. Впереди у четвероногого артиста вновь многочасовые тренировки. Если на манеже номер не удался, его слово отрабатывают на репетициях. Фестиваль «Когда мы вместе, мы сильнее» собрал почти 200 человек. Концерт объединил людей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль собрал участников от 5 до 80 лет. Они показали более 20 номеров. Коллективы и отдельные исполнители пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах. По итогам концерта выбрали лучших в разных номинациях. Мне хорошо, когда я на ложках играю. Чтобы Вера Геннадьевна говорит, чтобы все улыбались красиво, без ошибок. Бак, ну, лошкари. А у тебя ошибки есть? Нет, у меня ошибки. Скажи про свой стих. Какой ты рассказывал? О счастье. О чем у нас стих? О счастье. А что для тебя счастье? Папа, мама, папишка мой. А ты долго учил его? Да. Сколько? Шесть лет я школил. Сложно учить? Да. Жителям Благовещенска вручили красные ленточки – символ дня борьбы со СПИДом. Их раздавали студенты Амурского педагогического колледжа. Учащиеся присоединились ко всемирной акции. Подробности у Елизаветы Бедник. Веселыми танцами о грустной проблеме. Так студенты педагогического колледжа и творческие коллективы города решили поговорить с горожанами о СПИДе. Акцию, приуроченную к Международному дню борьбы со СПИДом, студенты-волонтеры провели в одном из торгово-развлекательных центров города. Как чаще всего передается ВИЧ? Через поцелуй, половым путем. Половым путем. К данной проблеме мы отнеслись очень серьезно, потому что это на наше время, оно очень глобальное. И такими акциями мы привлекаем людей, чтобы совместно решать эту проблему. Это может помочь, потому что мы каждый год проводим эти акции. И сейчас я не могу сказать, насколько число уменьшилось инфицированных, потому что год еще не закрытый. Информация еще недоступна. Но на данный момент заболевших инфицированных уже меньше. Но статистика говорит об обратном. В этом году в Преамурии зарегистрировали 99 случаев ВИЧ-инфекции. 78 из них у жителей региона, остальные у приезжих. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году. Поэтому к проблеме внимания прохожих студенты привлекали красными ленточками. Такие символы борьбы со СПИДом раздали каждому. В акции поучаствовали более 50 студентов. Среди них и будущие медики. Мы раздаем листовки, а также у нас как отдельная станция. Мы измеряем индекс массы тела, уровень глюкозы в крови и уровень артериального давления. Как профилактика против различных заболеваний. Тут же на площадке проводил консультацию сотрудника Мурского центра СПИД. Чтобы люди, во-первых, соблюдали меры профилактики, были осторожны. Чтобы напомнить о настороженности. Во-вторых, для того, чтобы поддержать людей, живущих с ВИЧ, уже живущих с этим диагнозом. И напомнить, что им нужна поддержка, понимание. И своим символом, красной ленточкой, мы именно высказываем поддержку людям, живущим со СПИДом. Это одна из тех акций, которую Амурский центр СПИД при поддержке студентов ПИД-колледжа проводит ежегодно. И пока, говорят, необходимость в этом есть. В 1995 году в Преамурье был зафиксирован первый зараженный. На сегодня с ВИЧ-инфекцией на учете стоит не менее 600 амурчан. И пока проблема остается актуальной, студенты педагогического колледжа будут бороться с ней с помощью таких акций. Елизавета Бедник, Степан Юдинцев, Альфа Новости. Ледовый бал прошел в Благовещенске. В первый день зимы горожане торжественно открыли каток на стадионе Амур. На коньке в этот день, несмотря на мороз, встали полторы тысячи человек. Среди них был и амурский губернатор. Ледовый сезон открыли показательными выступлениями хоккеистов. Для гостей вечера провели развлекательные конкурсы. Согрессы участники могли бесплатным горячим чаем. На данный момент в амурской столице открыли основные ледовые площадки. На стадионах юности «Олимпик» в парке «Дружба». Амур – самая большая ледовая площадка в Благовещенске. Для нового сезона закупили 30 пар коньков. Стоимость проката не изменилась. В этом году будет залито порядка 270 площадок. Из них только 62 площадки в городе Благовещенске. Больше 500 мероприятий праздничных пройдут в новогодние дни, выходные и в преддверии новогодних праздников. Губернатор Амурской области впервые стал отцом. Радостной новостью Александр Козлов поделился в своем профиле Инстаграм. У главы региона родилась дочь, ее назвали Алисой. Девочка появилась на свет 2 декабря в 9.35 в перинатальном центре области. Вес малышки более 4 килограммов, а рост 56 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя отлично. Александр Козлов уже видел дочку. Чувствую ответственность, волнение и гордость. Нос мой, прокомментировал глава региона. Трогательный снимок глава региона опубликовал в своем профиле в Инстаграме. И за считанные часы публикация набрала почти 7 тысяч просмотров и 600 комментариев с поздравлениями. Уж извините, но дочери в моей ленте теперь будет много. Это же счастье, добавил губернатор. Жена Александра Козлова, Анна Логинова, свадьба главы региона и психолога Благовещенской полиции состоялась 28 марта 2015 года. Сразу после назначения Александра Козлова на пост руководителя области. Еще больше новостей вы можете найти на сайте Амуринфо и в наших социальных сетях. Мы есть в Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и Инстаграме. Всего вам доброго. До свидания. Восемь регионов России, китайская делегация из Харбина, приезд трехкратного чемпиона России по борьбе, много тенниса и благовещенницы, завоевавшие титулы международного класса. Сумбурно и непонятно. Прямо сейчас в эфире Альфа-канала все расставим на свои места. Это время спорта. Обо всем по порядку. Поехали. Открытый чемпионат области по настольному теннису привлек участников из Биробиджана, Хабаровска, Владивостока, а также нескольких амурских городов. Этот теннис, хоть и небольшой, но собрал 7 женских и 17 мужских команд. Всего около 70 человек, которые боролись за победу как в командном первенстве, так и в личном. Победителям предстоит защищать честь региона на чемпионате ДФО в следующем году. Он начал заниматься бодибилдингом всего 2,5 года назад, но уже стал абсолютным чемпионом турнира в Афинах и спустя неделю наставил позади всех соперников итальянского чемпионата. Денис Шлык. Первый на Дальнем Востоке, кто получил карту профессионального спортсмена мирового уровня. Заняв первое место абсолютной категории в Греции, мне вручили про-карту. Эта карта зарегистрирована в Международной федерации бодибилдинга, в которой я уже состою как про-атлет, и, соответственно, все доступы на соревнования российские мне закрыты. Получив новый статус, Денис принял участие в итальянском чемпионате, где стал лучшим из лучших в своей категории мэнс-физик среди 25 участников из разных стран. Победить, как признается сам, помогла хорошая форма и позирование. Я был достаточно подведенный, достаточно рельефный, возможно, где-то не хватило мяса, как говорится, но позирование, сухость сыграли свою роль. Бодибилдинг – дорогой спорт, требующий немалых вложений. Любителям за выступления и даже за победы вознаграждение не предусмотрено. Призом в 4,5 тысячи евро Денис был приятно удивлен. Подготовка к состязаниям с гонковесом, доведение формы до пика очень сильно давит психологически. Многие срываются, так и не добравшись до сцены. Большую роль в таких выступлениях играет простая человеческая поддержка. Моя супруга, которая меня поддерживает на всех этапах подготовки. Будь это масса, будь это сушка, будь это сгон воды и тому подобное. Когда мы на одной волне, все на самом деле проще. Следующие соревнования по бодибилдингу, на которые планирует попасть Денис, состоятся следующей весной. Куда именно отправиться, пока не знает. Как борцы отмечают наступление Нового года? Конечно же, бросками через бедро, проходкой в ноги, неболевыми приемами. Новогодний кубок по вольной борьбе три дня подряд проходил в Благовещенске. Собрал он около 400 спортсменов. Это 25 команд из шести регионов России и сборная китайского Харбина. Борцы от 12 до 18 лет выступали в трех категориях все три дня. Во второй день в борьбу ввязались китайские спортсмены. Несомненно, нам тяжело выступать на чужой земле. Волнение огромное, ведь представляем целую страну. Но тут нас хорошо приняли. Русские спортсмены и организаторы очень гостеприимны. Почетным гостем турнира стал трехкратный чемпион России по вольной борьбе Александр Богомуев. Родился он в Иркутской области и с малых лет был со спортом на «ты». В Благовещенск чемпион приехал по приглашению наценить мастерство спортсменов и провести мастер-классы. Приезд чемпиона ожидали с особым трепетом. И как только он появился в зале, юные борцы принялись просить автографы не фотографироваться. Он, в свою очередь, успел раскрыть пару секретов, как же стать чемпионом, даже невзирая на небольшой рост. Всего 165 сантиметров. Больше всего, наверное, тренировки и немного таланта. По словам организаторов, единственное, чего сейчас не хватает борьбе в Преамурье – летних сборов. Но это исправимо, и работа уже ведется. Это были все новости спорта. А я напоминаю, что посмотреть нашу рубрику вы всегда можете на сайте Амуринфо. Продуктивной недели, отличного настроения. Пока.